Сначала говорилось, что деньги, вырученные от продажи Сбера, государство направит на обеспечение своих социальных обязательств. Однако в начале марта ЦБ предложил перенести передачу выручки от реализации акций Сбербанка с июля на декабрь. В правительстве готовы пойти навстречу мегарегулятору. Как заявили в Минфине, перенос сроков не критичен для бюджета. В продолжении темы. Столь благостное отношение Минфина к просьбе ЦБ легко объяснимо. Деньги на расширение программы маткапитала и распространение выплат на первенцы правительство возьмет из карманов пенсионеров. В прямом смысле слова. 12 марта Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в бюджет пенсионного фонда. Как удалось так быстро найти 114 миллиардов рублей на выплату материнского капитала, мы расскажем в нашем следующем материале. Напомним, вместо ранее обещанных 9 311 рублей прожиточный минимум пенсионеров в 2020 году составит всего 9 067 рублей, то есть минус 244 рубля. И минус 128 миллиардов на соответствующие трансферты из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование. За счет чего образовалась эта экономия 128 миллиардов? Мы говорили в прошлый раз за счет игры со статистикой. В конце прошлого года, когда у нас получилась 3% инфляция, на основании этих 3% инфляции, непонятно как образовавшихся, у нас снизился прожиточный минимум пенсионера. От этого уменьшились трансферты, которые идут из пенсионного фонда или должны идти из пенсионного фонда в регионы для обеспечения соответствующего дополнения в регионах. От этого же уменьшились ежемесячные денежные выплаты нашим ветеранам. И вот оно чудо произошло. То есть не добавив сюда ни копейки, правительство Российской Федерации изыскало внутри пенсионного фонда необходимые средства. Фактически перебросив деньги пенсионеров, стариков наших на материнский капитал.